привет привет всем привет давно обещала очень многим видео на тему моей коллекции помад от израильской марки jade наверное не всем она будет полезна потому что не у всех эта марка есть доступе эти помады я вот так посмотрела они сделаны если я не ошибаюсь некоторые или даже все в италии марка то израильская джей да не вот я смотрю все сделаны в италии значит так давайте разбираться с этими помадами и никогда никогда не слушайте представителей компании потому что только сегодня меня убеждали что коробочки и вот название это все полная ерунда и надо только смотреть как это выглядит а вот поэтому я уже и решила наконец-то делать видео рассказать что да но у них есть три вида разных помад матовые которые знаете они не такие сухие матовые вот я говорю именно про черные помады потому что у них есть еще стойкие помады у них еще есть жидкие помады матов у них много чего есть я говорю про эти черные помады про обычно вот эти стики значит матовые помады которые должны усесться на губах они покрываются знать они не высыхают она вот как я даже не знаю как это объяснить она как будто подсохшая помада ваша обычная она не остает какой-то не строит какой-то стейн или что-то надо дать и полчаса усесться вот накрасили их матовой помадой губы полчаса надо не не губы вот не возюкать между собой да вот просто вот спокойно побыть с ними да не есть не пить и тогда она реально не делая эффект стейна и не уничтожая вашу губу продержится целый день вот я проводила тут эксперимент так есть значит матовые помады аджейд финиш у него эти такой не сухой матовый как у жидких помад но достаточно матовый достаточно стойкий и при этом при этом он не уничтожается да так быстро он не отваливается какими-то кусками потому что он все-таки достаточно эластичный в общем очень интересная штука матовые помады выглядят вот таким образом черные тюбики баночки когда называется флакончики черные вот такие вот лаконичные упаковки без всего это даже можно название не читать у них так это поделены эти линейки да вот здесь так и написано по сути мат и все и номер там и название у них еще красивое название так же как у их лаков дальше у нас идет после мат идет soft satin у soft satin видите уже в отличие от матом вот видите она здесь уже вот такая вот есть нарезка вот она и это нам говорит о том что это soft satin вот здесь с одной стороны и с другой стороны тоже самое есть и есть блестящие помады вместе кстати блестящую пром помаду продали заматываю убеждая меня что она выглядит абсолютно матовый не надо читать что тут написано здесь так и написано satin lipstick и опять же номер и красивое название вот эту помаду мне сегодня продали с криками раскручивая смотрите она же матовая как заматываю ну я не дурная я знала что она не матовый потому что у меня этих помад много я давно вам про это уже как-то все рассказываю мне понравился цвет поэтому давайте смотреть так вот это ненаглядно да вот блестящая помада видите она сама как бы выглядит достаточно матовым но вот этот ее кончик который да вы используете он выглядит блестящим у матовых же помад сразу видно вы только один раз мазнули видите она вся матовая так давайте начнем с новой да и блестящие помады вот которые не soft satin они уже видите полностью satin они полностью блестящие тюбики у них здесь мы видели только небольшую блестящую нарезку здесь уже весь тюбик блестящий поэтому элементарно если не всегда вы можете прочитать название на стенде потому что там иногда только номера и не подписано что вы всегда можете попросить что вам достали эту помаду и либо прочитать что написано на тикке либо банально открыть и посмотреть какой у нее тюбик и вы уже поймете полностью черный матовый матовый с нарезкой небольшой до soft satin такой легкий блеск и соответственно уже совсем такая вот ситуация блестящий так первая помада которую я вам покажу новое еще не пробовал ее на губы я люблю их все формулировки кроме вот стейнов и других вот из этих черных я люблю абсолютно все они всем некомфортно даже вот эти видео у меня больше всего вот этих вот матовых помад которые ну да они не идеально матовые но это самый комфортный матовый блин помады из всех что я пробовал а перепробовала я не мало опять же я не все вам показывала потому что много я успевала попробовать где-то в магазинах как я где-то уже говорила я пробую помады очень часто нахожу у нас не про не использованы еще пробники или это какой-то необычный цвет или какой-то слишком ну как вот вышла помада я бегу несколько прохожу магазинов и нахожу я не обязательно пробовать цвет который я хочу я просто хочу почувствовать как эта текстура будет для меня будет она мне сушить будет она отваливаться сразу потом уже с цветом разберусь хотя бы пусть до губы останутся мои достаточно живо а потом уже 100 нам разберемся так вот этот вот цвет который я купила очень понравился цвет поэтому я взяла не за я люблю вот что матовый что глянцы любые люблю это у нас номер 164 и вот первый мазок вот она какая завтра же ее обязательно буду носить и видите сразу она видите блестяще так что 164 вот такой вот замечательный цвет кстати моя мама тоже на эти помады подсела и а мама моя я вам скажу это не это не просто так и и тяжело от люкса тащить вообще для него люкс это стандарт она вот масса марки ничего не признаю люкс и что я и не пыталась внедрить нет люкс поэтому вот эти помады и тенисты помады которые я ей смогла внедрить она прям влюблена в них так дальше одна из моих любимых помад номер 188 это вот такой вот красивый слегка с перламутром оранжевый цвет вот она видите она слегка даже не перламутром золотом каким-то отливает просто очень люблю эту помаду она на губах смотрится очень легко слегка у меня просто яркие губы поэтому она наверно мне слегка полупрозрачная думаю что если у вас губы не яркие она будет просто великолепно обожаю этот цвет и следующая совсем темная это у нас номер двести тридцать два пламму а вот это красиво прям золотом отливает вот такая вот темная даже темные помады и даже вот такого вот покрытие достаточно блестящих это достаточно сложно я бы ее не рекомендовала если честно потому что она очень темная и но не знаю как она сложно наносится лично для меня но я ленивая я ли не меня нельзя брать как зайти как стандарт нет я не люблю очень долго заморачиваться но для видео я частенько использую очень люблю в жизни не знаю надо попробовать жизнь и поносить посмотреть что она мне скажет это вот единственный самый цвет который у меня вызывает вопросы этот пламм нуар нам очень нравится так двести тридцать два я уже говорил давайте начнем наверное следующий по темности цвета это еще более темная но это уже матовый это номер сто двадцать два blackberry это уже матовая помада нанесем ее вот здесь и вы сейчас сразу видите разницу между нити да вот это блестящая это матовый матовый она еще должна немножечко сесть я думаю что уже даже видно что вот это вот она как-то вот видите она как бы к центру она более насыщенная по краям она более светлый не знаю видно вам или нет вот это это более как мне кажется покрытием не знаю может быть так это выглядит ну вот подозреваю я что это слегка у меня все-таки забивается складки а когда темная помада забивается складки это выглядит плохо вот это единственный реально вопросительный цвет поношу ее еще в жизни посмотрим в общем это похожий цвет на виде она более черная она потом подсыхает становится еще более матовый и это у нас до 122 номер blackberry давайте уже намажем сюда софт сатин она как раз из этой же темы это номер 562 интенс пламм софт сатин и вот чтобы ее так рядом с этими уже вам нарисовать это у них софт сатин я думаю вы знаете даже это видно что вот это более блестящее это не то это вот но они все должны немножечко усесться на губах это у нас номер 562 так еще какая-то была темная нет это самая вообще красивая где-то который вот эту я сегодня носила это номер 116 мальбери вот такая вот красавица видите вот она тоже матовая сейчас она начнет садиться но реально полчаса она должна побыть на губах чтобы как-то вот сесть и превратиться в реально матовую помаду дальше красивый цвет я его посылал маша нашим и главным фламинго она сказала что это просто копия помады какой-то от бобби браун который у нее есть и даже вот бобби брауна на свое отдала маме а это оставила себе что безумно приятно гордость израильской марки джейд это вот этот случай вот такая вот красавица я когда ее ношу все мне делают кучу комплиментов недавно в одном из последних видео я с ней было это потрясающе красивая вот такая вот реально фламинго в лучшем своем проявлении вот такая шикарная 117 номер дальше у нас идет совсем мертвецкая помада номер 120 они naked вот такая очень хорошо покрывает и перекрывает цвет губ потрясающе красивый все для тех кто любит такие ведь она она холодно-розовая что очень люблю у меня есть румяна опять же маша мне их выкопала холодно-розовые оттенки я их обожаю дальше у нас идет такая но я бы не скажу что барби розовый на такой знаете розовый пупсик номер 100 сенсуал чувственная типа вот такая видите вот это вот теплый розовый от вот холодный я люблю эту и другую не знаю какая мне нравится больше под настроение ну вот это конечно по поинтереснее холодная такая но кто не любит мертвецкий холодный тут сами понимаете это не ваш цвет и дальше идет потрясающе красивый цвет такой знаете красный но он уходящий в какой-то пламя такое оранжеватая тоже матовая помада смотрите какая красавица это номер у нас 119 шикарно я не все названия читаю потому что некоторые там из двух и трех слов очень мелко написано тяжело просто вчитываться некоторые бумажки по трепались поэтому вот значит такая ситуация с этими потрясающими абсолютно помадами очень их люблю и сейчас как я говорила у нас сейчас ценовая политика меняется теперь можно просто пойти за 50 60 шекелей купить помаду одну без того чтобы до 200 шекелей там что там они раньше были сколько они стоили 130 потом 1 плюс 1 или 40 процентов сейчас такого нет вы можете пойти купить одну помаду который вам нравится за 60 шекеля кстати так и делала не покупала то есть помады вот эти потому что у нас была в стране вот эта дурацкая ценовая политика заставляем тебя покупать больше я не всегда могу найти два цвета помады которые мне нужны сейчас но не всегда я от 1 дают я знаю я когда когда я покупала вот эту свою blackberry не важно где она вот тут я ехана размазала вот эту темную я хотела именно blackberry я не хотел еще больше никаких не не хотела помада а у них было вот на нее то скидки нет на нее только 40 процентов она мне выходила 75 шекель это безумно дорого я ее не могла купить сейчас такой проблемы нет а две мне не надо было зачем мне 2 куда мне 2 искать какой-то обязательно новый цвет полно цветов как говорится слава вселенной мы не не бедствуем да так что вот теперь у нас все нормально хотите одну помаду пойдите купить одну не надо ни за что переплачивать ждать каких-то дурацких псевдо скидок или чего-то все замечательно очень рекомендую эти помады вот просто очень всю серию также я попробовала их новые жидкие помады которые сейчас вам покажу примерно вот такого такой конфигурации да и стоят 70 шекелей за штуку но на мой взгляд они не стоят 70 шекелей за штуку потому что это очень дорого изначально этой как бы цена нормальная да это дорого и этот продукт того не стоит потому что я носила несколько раз ее и нет потому что она быстро вот это вот турецкая golden rose держится намного лучше и по своим вариациям возможностям осушить наши губы сделать из него пустыне не пустыню негев как бы намного она меньше это делать а та и сушит губы и через два часа просто вот ближе к внутренней части губы до карту нашу начинает просто исчезать и отваливаться я не поняла в чем прикол и в общем не поняла как бы и цвета там не особо вот здесь хоть вы видите да есть это и лишь не все цвета у меня здесь а там пять шесть каких-то странных цветов достаточно банальных ничего интересного нет и в общем мне не понравилось как-то у них промах вышел с их с этим падами на мой взгляд у меня кстати есть еще одна помадка джейд сейчас уже их насколько я помню нет нет даже у меня еще две где она старая-старая о это мой любимый цвет как же я забыла вам его показать вот это вот какая-то из старых тоже сейчас уже нету таких у них упаковок у них вот только такие это номер 420 тоже кстати сделано в италии называется настоящий коралл true color коралл у меня с этим словом проблема я вместо коралл говорю color я вообще слегка дислект видите они немножечко похожи но это более уходит коралла это более даже это 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 более красно-рыжая такая что видно что вот это все-таки уселось не знаю вам отражает или нет уселось более матовый так что вот тоже итальянская и теперь моя супер любимая после того как они куда перешли на эту линейку это старые помады она у меня здесь немножечко запылилась потому что я очень редко пользуюсь и это у нас скажу сатин грейш представляете вот она бомба я ее обожаю просто это просто порнография не помада серо-бежевый сатиновый грейш вы когда-нибудь такое видели почему они ее сняли с производства вообще этот цвет убрали я не знаю но я ее когда нашла у меня мозг отвалился мне многие писали ой она же серый да она сатин грейш она бежевая такая знать как кофе с молоком который хороший такой кофе ядреный не там когда водичка желтенькая вот конкретно кофе с молоком просто потрясающе как будто вот просто кофе с молоком намазали на губы великолепный цвет о вселенная смотрите какая красота очень его люблю пользуюсь редко потому что очень люблю и она такая знаете но надоедать всеми с грейшем не будешь ходить а иногда вот прям хочется и мне кажется что нет цвет очень идет вот кто говорил что вот этот помада golden rose кстати что она мертвецкий мертвецкая вот сейчас я вам покажу не на мертвецкая вот сравните да по моему вот это это конечно уходит больше просто холодный розовый а это прям такой вот такой ядреный то красавец так что вот такая тема про помады надеюсь это было кому-то интересно и полезно буду очень рада если побалуете меня лайком и увидимся завтра на моем канале на этом обязательно я здесь буду и очень надеюсь что вы тоже завтра здесь будете меня ждать все всем пока пока